Молодой парень обвиняется в убийстве соседа-пенсионера. Преступление, согласно версии обвинения, было совершено из коровестных побуждений. Как сказано в материалах дела, 26 декабря 2018 года в селе Боровское 20-летний Александр Мишарин выпивался своим знакомым. Уже после 21 часа спиртное закончилось, и он сказал, что пройдется по поселку, чтобы замутить денег. Мишарин знал, что у Катричка, проживающего по соседству с его бабушкой Мишариной в А, дома имеются деньги, и ранее Мишарин неоднократно у Катричка тайно проникал и совершал хищение денег и средств, за что его привлекали. Взяв в доме бабушки гвоздодер, молодой человек подошел к жилищу соседа, разбил окно веранды, отодвинул засов на первой двери. Чтобы вскрыть вторую дверь со второй попытки, вообще снял ее с петель, после чего проник в дом. Там он собрал в хозяйственную сумку хлеб, яблоки, бананы, печенье, конфеты, новогодние подарки. Тут со стола упала выключенная из люстрой лампочка и разбилась. От хлопка проснулся хозяин дома. Нетрезвый Мишарин испугался, что он его узнает и заявит на него в полицию. Вооружился указанным гвоздодером и нанес два удара в область жизненно важных органов человека, а именно в голову Катричка, причинив ему телесные повреждения в виде ушиба вещества головного мозга, развившихся в результате открытой черепно-мозговой травмы. Пострадавший скончался на месте. Мишарин, как рассказал суду гособвинитель, собрал по дому деньги, 25 тысяч купюрами и 3 тысячи монетами, часы «Восток» и, взяв уже собранные продукты, покинул место совершения преступления. По версии обвинения, Мишарин совершил кражу и убийство с целью скрыть другое преступление. На процессе начался допрос свидетелей. Автомобиль разорвало в результате автокатастрофы в Кустанайе. О причинах и последствиях ДТП, своим видом испугавших многих кустанайцев, рассказали в областном департаменте полиции. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кустанайе 11 марта. Видео с места аварии в редакцию АЛАУ прислали очевидцы. ДТП произошло на улице Алтенсайдна. По сообщениям очевидцев, ВАЗ двигался из центра города. Позже о том, что произошло в аварии с разорванным автомобилем, рассказали кустанайские полицейские. По их информации, около 17 часов на пульс 102 поступило сообщение о том, что на пересечении улицы Алтенсайдна-Лермонтова совершено дорожно-транспортное происшествие. По приезду сотрудниками полиции установлено, что 35-летний водитель, управляя автомобилем марки ВАЗ-2115, в условиях гололеда не справился с управлением и совершил наезд на электрический столб. Пострадавших в аварии, по данным полиции, нет. В отношении водителя составлен протокол по статье нарушения водителям правил дорожного движения по улегчению повреждения транспортных средств Административного кодекса Казахстана. Обманувший нескольких жителей региона на полмиллиона тенге мошенник вычислен полицейскими Кустанайской области. Как выяснилось, злоумышленник оформлял на клиентов одного из банков займы в микрокредитных организациях, причем люди об этом до поры до времени и не подозревали. Сотрудниками уголовного розыска города Житикары задержан преступник, мошенник, 94-го года рождения, житель города Кустанай, который в период с февраля по мае месяц 2018 года работал в отделении банка, откуда брал, собственно, завладел документами, карточными счетами потерпевших. Имея на руках документы клиентов, он оформлял онлайн заявки на получение займов на сайтах микрокредитных организаций. Заявки одобрялись, деньги переводились на счета клиентов, но снимал их оттуда сам единственный знавший о них банковский работник. Клиенты узнавали об этом только через несколько месяцев. Начисление ПИНИ произошло. Теперь микрофинансовые организации направили письма на частным судебным исполнителям о удержании заработной платы указанного долга. Общая сумма ущерба превысила 550 тысяч тенге. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущий понедельник в рамках программы «Дело. Номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале «Алау» в YouTube и подписывайтесь на наши аккаунты в Instagram. Продолжаем выпуск. В Кустанае прошел общеобластной диктант по казахскому языку на латинице. В нем смогли поучаствовать государственные служащие, студенты и школьники. Это уже второй диктант на госязыке, который писали с использованием латинской графики. Правда, на этот раз текст стал больше. Наталья Басмурзина съездила в один из кустанайских колледжей и узнала, насколько студенты уже освоили латиницу. Студенты и преподаватели Кустанайского строительного колледжа вместе сидят за партой. Они пишут общеобластной диктант по казахскому языку. Пишут его на латинице. Осенью такие диктанты прошли по всей республике. Кустанайская область решила их повторить. Диктант с изучением латиницы мы проводим уже второй раз. Первоначально у детей возникали некоторые трудности и проблемы в том, что не так часто им приходилось использоваться. Это было что-то новое. Сегодня мы уже более готовы к этому, потому что преподаватели были на курсах обучения. На уроках они используют уже латиницу. Диктант проводят не только для студентов колледжа. Он проходит в институтах, библиотеках, областном центре изучения языков. Пишут и государственные служащие, и школьники с 15 лет. Диктант проходит в каждом городе и районе области. Всего в нем участвуют около 10 тысяч человек. Первый раз, когда писали, было сложнее. На сегодняшний день они знают, что это неизбежно, что они войдут именно в латиницу в 2021 году. Поэтому они уже спокойно берут латинский алфавит и изучают его. У общеобластного диктанта есть отличие от прошлого республиканского. Объем текста увеличился. Вместо 80 слов стало 130. Диктуют его сами преподаватели. А в прошлый раз нужно было слушать аудиозапись. На столах лежат подсказки. Да и тему выбрали знакомую каждому казахстанцу – «золотой человек». Но некоторые трудности в написании диктанта все же есть. Там встречается буква «я», которая имеет два звука. В слове «археология» значит «встречается и», и кратко рядом. Значит, эти две буквы при написании выпадает одна из них. Мы застряли внимание своих студентов именно на это слово. Говорят, что молодым людям писать на латинице проще. Помогает знание английского. Но сами ребята, пишущие диктанты, рассказали, что для знаний достаточно чаще практиковаться. Например, в самом колледже изучение латиницы уделяют по 15 минут на занятиях. Написание первого диктанта, когда было как аудио, мне было немножко тяжело. Но после первого диктанта нас больше практиковали. И мне кажется, что второй диктант я напишу лучше. Мне очень интересно писать на латинском. Это нетрудно. Это мне нравится. Республиканский диктант кустанайцы писали и на хорошо, и на удовлетворительно. От сегодняшнего ждут не меньше, чем отлично. Результаты со всей области будут получены уже завтра. И в пятницу их представят в отчете перед правительством. Диара Ахмечин, Наталья Басмурзина, РТН. Кустанайская предпринимательница открыла благотворительный магазин. Идея пришла во время разбора гардероба. Тогда она с дочерью решила снять помещение, чтобы раздать вещи. Началось с малого. Постепенно магазин стал обретать популярность. Одни приходили, чтобы сдать и ищи, другие их получить. Наш корреспондент Булсул Аликенова побывала в магазине, где одежду дают за спасибо. Сагира Нурписова, достигнув определенного успеха в бизнесе, решила помогать другим. Женщина больше 20 лет занимается торговлей. Сагира вспоминает, что сама росла в интернате. В семье большого достатка не было. Помогали соседи. Наверное, поэтому она очень хорошо понимает нуждающихся. Мы с дочерью вдвоем решили из дома все это вынести. Мы из дома пять сумок приготовили вещей, потом дали в инстаграм. Люди начали спрашивать, куда принести вещи. Мы начали искать в дочерье помещение, нашли вот это помещение арендное. Благодаря отзывам людей о магазине стали узнавать больше. Приходят к Сагире и рассказывают о малообеспеченных семьях. Люди, кто приходят, помощь просят. Я даю, например, в третьей поликлинике патронажная медсестра пришла и сказала, что на дачах живет какая-то семья. Я не знаю, сколько у них детей. Но ребенку три годика девочке даже одевать нечего прийти в поликлинику. Я ей все вещи полностью теплые собрала. Узнали о магазине «Добро» и в сельской местности. Недавно к Сагире приезжал отец пятерых детей. Он сюда приехал, их пятерых по 200 тенге вещи. Каждый по пять вещей по черебенку купил. Он говорит, у меня зарплата 25 тысяч, он где-то работает сторожем. Часть вещей все же имеют символичный ценник – от 50 до 500 тенге. Обувь на любой сезон можно купить за 200 тенге, пальто за 500, мужские костюмы за такую же цену, рубашки от 100 тенге, женские платья по 300 тенге. Помимо основного товара можно приобрести детские игрушки и книги. Вот такой вот мужской костюм, тут брючки, стоит всего лишь 500 тенге. Я хочу сказать людям города, если кому-то нужна сильная помощь, пожалуйста, приходите, объясните свою ситуацию, скажите, я обязательно вам помогу. Мы рассказали Сагире историю матери-одиночки Рюденко. Молодую женщину с двумя детьми бросил гражданский муж. Дина в настоящее время находится в декрете. Ее младшему сыну полгода. Пособия в размере 13 тысяч тенге не хватает. Подруга Дина написала на страницу Аллау в Инстаграме. Отзывчивые кустанайцы откликнулись. Одни приносили продукты питания. Сагира тоже решила помочь с детскими вещами. До декрета где работали? Ну, на стройке, кухрабучей. Историю Дины узнал меценат, пожелавший остаться неизвестным. Он передал Дине через корреспондентов 30 тысяч тенге. От спонсоров хотим вам вручить деньги для вашей семьи. Вот на первое время пригодятся. Для двух сыновей Дины хозяйка благотворительного магазина помогла выбрать вещи. Магазин «Добро» не бывает пустым. Приходят кустанайцы, чтобы принести вещи. Пенсионерка Эрбек Дзюйнолдауле привез сразу четыре мешка с вещами. Привез с дома вещи. Все чистые. Если нам не нужны, возможно, кому пригодятся. Хороший магазин. Нужный. Магазин «Добро» находится по адресу улица Кубланды, Батыра, 21Б, район поликлиники номер 3. Хамзан Урписов, Болслу Аликенова, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания. Продолжение следует.